И здесь говорит Мухира, говорит о себе в третьем лице. Хорошо, то есть это называется аллильтифат в арабском языке. То есть что? То есть когда человек меняет местоимение для того, чтобы человек обратил внимание. Или же в некоторых версиях говорит, что мои усы, то есть они были густыми и опускались на что? На губы. И посланник Али Салату Асалам сказал, то есть и он говорит, сказал посланнику Али Салату Асалату Асалам, а кусу Али Сивак, то есть я Сивак приложу и отрежут тебе усы. То есть спросил или же сказал кусу Али Сивак, или же повелел ему, сказал то есть что? То есть положи деревяшку, хорошо, то есть или же кусок дерева, маленький или же Сивак. И то есть и то, что выше этого, убери, чтобы то есть на губы, то есть чтобы было видно губы, чтобы не падали усы на твои губы. Поэтому здесь у нас указали на то, что усы нужно постригать. У нас пришел хадис достоверный, что посланник Али Салату Асалам сказал, ах, архул лиха, или же сказал, афул лиха, ва ахфу шавари. Сказал что? То есть отпускайте свои бороды и убирайте, то есть стригите, то есть полностью, брейте свои усы, то есть под ноль. Ахфа значит что? Азали в арабском языке. И то есть если бы у нас был бы только этот хадис, вот бы что из него понималось. Что, что? Что нужно, то есть усы убирать полностью. Поэтому то есть ахфа, хорошо, то есть как-то раз я где-то на одних из уроков сказал, что то есть ахфа, то есть перевел хадис, потому что хадис так и переводится хорошо. Вместе с тем, что я не придерживаюсь этого мнения, то есть хотя это мнение у авторитетных ученых, что то есть нет никаких проблем полностью сбривать усы и так далее. Но более верное, в Аллаху алям, то есть потому что этот хадис, у нас есть другой хадис, посланник Али Салату Асалам сказал, что хамс, он в других версиях ашаратон и так далее, и так далее, что из естества и упомянул из этого укорачивать усы. Сказал, что укорачивать усы. И поэтому то есть ученые говорят, что если здесь посланник Али Салат сказал, что то есть из, как называется, то есть из естества укорачивания усов, то тогда то есть имеется в виду, что под Азали, то есть убирать усы, имеется в виду что? Убирать их не полностью. Убирать их не полностью, а укорачивать их. Аллаху алим. То есть, ей это ближе к истине. И поэтому, то есть, человек, когда стрижет усы, не должны быть они очень густые, хорошо, усы и так далее, и тому подобное. И, то есть, не нужно их полностью, хорошо, то есть, лезвием сбривать и так далее, и тому подобное. Что-то, то есть, хорошо, то есть, либо же маленькие какие-то насадки, если сегодняшними вот этими электрическими бритвами пользоваться и так далее, и тому подобное. То есть, таким образом, чтобы, как бы, оставалось что-то, но ни в коем случае не падало ничего из них, хорошо, то есть, на губы, в Аллаху алим. И, субханалла, какое же скверное положение тех людей, которые полностью убирают бороду и отращивают свои усы, полностью противоречия сунни посланника Али Сарату Сарам. И как часто среди них бывают те, которые празднуют, как они заявляют, день рождения пророка Али Сарату Сарам, хорошо оживляют все нововведения на свете, заявляя о своей безмерной любви к посланнику Али Сарату Сарам. Если бы ты действительно любил посланника Али Сарату Сарам, ты бы последовал за ним. Ведь тот, кто любит, следует за тем, кого он любит в Аллаху Алим.